Притягивание каната, комбинированная эстафета, стрельба с пневматической винтовки. В канун Дня защитника Отечества в 11-й школе Бендер прошли соревнования. Они посвящены памяти Виталия Белянского. Участники, а это старшеклассники, сражались самоотверженно. Каждое испытание выполняли с особым старанием и желанием победить. Ежегодно в 11-й школе проводят военно-спортивные соревнования, где будущие защитники Родины соревнуются в силе, быстроте и ловкости. Разобрать автомат Калашникова на скорость под силу не каждому мальчишке. Андрей, призер международных чемпионатов по греко-римской борьбе, быстрее всех делает это. Каждый настоящий мужчина должен это знать. Это долг, должен защищать Родину. И самим этим он защищает Родину. А люди, которые там присутствуют, мы стараемся. Их сыновья погибли в Афганистане. И мы считаем честью принять участие в таких соревнованиях. Выбрали тех ребят, которые у нас также занимаются и в разных секциях. У нас был отбор, очень такой серьезный отбор нашим военруком. И выбрали самых, кто метко стреляет, кто лучше всех бегает. Пример мужества и стойкости для ребят – почетные гости. Воин-интернационалист Дмитрий Миреуца, Владимир Белянский – отец погибшего воина-интернационалиста Виталия Белянского, ветеран Великой Отечественной Георгий Панов. В школе есть музей памяти Виталия Белянского. Жизнь молодого бойца, выпускника Бендерской 10-й школы, оборвалась в 1988 году в Афганистане после тяжелого ранения. Его отец говорит, растет достойная смена. Теперь этим мальчишкам предстоит защищать нашу родину. Без спорта в армии тяжело будет. Поэтому я помню, когда Виталик писал меншему брату своему, он писал, «Сережа, качай руки, занимайся гимнастикой, бегай. В армии это очень пригодится, потому что должны быть ребята в армии сильные, здоровые, чтобы переносили все тяготы и лишения воинской силы». По словам организаторов, в этих соревнованиях призы не главное. Главное – память о подвигах настоящих мужчин и стремление быть их достойными. Елена Расланова, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.